Какие цели преследует эта программа? Какие цели преследуют? Все научные области в течение лета, познакомить студентов с реальным опытом разработки программного обеспечения, с реальными людьми на реальных проектах, на очень больших проектах. Произвести, наверное, больше кода это не всегда хорошо, но такая цель преследуется. Также это хорошая возможность для open-source проектов найти новых коммитеров, тех людей, которые будут развивать и поддерживать проект. Как работает Google Summer of Code? Философия программы это то, что в течение лета студенты лучше разрабатывать софт, чем работать в фастфуде. Второе, это знакомство с настоящим проектом, с настоящим процессом разработки серьезных продуктов. Дальше, получается, расскажу немножко, как начать. По таймлайну я немножко позже расскажу, там будет. А в целом, это студенты... Точнее, сначала компании подают заявки на участие в этой программе. Google отбирает компании, которые хочет. После этого компании создают проекты, которые они хотели бы реализовать в течение лета. Точнее, чтобы студенты их реализовали. И, соответственно, потом студенты смотрят эти проекты, выбирают, которые им ближе всего, пишут, заполняют пропазал, предложение выполнить проект и отправляют в компанию. Для того, чтобы закончить программу, нужно выполнить, пройти мейлстоны. То есть, такие промежуточные оценки. А также, стипендия позволяет студентам не отвлекаться на всякие личные ситуации и полностью погрузиться в разработку open source. Немножко статистики. Эта статистика за 2014 год, как вы видите, было 6313 заявок. Из которых подали 4420 студентов. То есть, полторы заявки на студента. В 2014 году на 10% больше приняли организации в честь юбилея 10-летнего программы. И также на 10% приняли больше студентов. Получается, что 2491 администратор организации ментор. Это получается где-то один ментор на два студента. Из 4420 студентов приняли 1307. Это из 72 стран мира. Каждый год этот список стран расширяется. По 2-3 страны увеличивается. Закончили программу успешно почти 90%. Это, кстати, наибольший, наверное, рейт за последние несколько лет. Но он больше 80% всегда. Так, немножко про статистику по образованию. Это 68% людей это студенты с образованием бакалавра. 22% магистры и приблизительно 10% это доктора, философии, х.д. Также в 2014 году был преодолен барьер. Это больше 10% девушек участвовало в губилсоборов в ходе. Так, а это немножечко график, отображающий количество участников из Украины почти с начала. Как вы видите, 2012 год был самым активным, а потом пошло все немножко на спад. Но я надеюсь, благодаря моей презентации кто-то в следующем году успеет поучаствовать. То, что я говорил, это таймлайн следующей программы. Вот с 9 по 20 февраля Google начнет прием заявок от организации, который в итоге объявит 2 марта. После этого в конце марта начнется подача заявлений от студентов. Через месяц объявят список принятых студентов, которые подали свои заявки. И вот с 25 мая, еще через месяц получается, студенты начнут писать код. После того, как объявляют принятых студентов и до момента, когда студенты начинают писать код, официально начинают писать код, потому как в этот месяц идет подготовка, то есть изучение проекта, чтение документации, разворачивание среды разработки и вообще знакомство с менторами общения и тому подобное. После того, как начинается официальный на код, следующий майлстон это midterm, среднесрочная оценка. То есть в середине лета ментор и организация, в которой вы принимаете участие, оценивают вашу успешность и принимают решение, сможете ли вы дальше закончить проект или не сможете. Ну, скажу по своему опыту, что провалить ее можно, если просто всех игнорить. Вот. Поэтому это не сильно важно. Вот. После промежуточной оценки в конце будет финальный. И если организация видит, что вы близки к финалу и сможете закончить проект, точнее уже закончили, и их устраивает результат вашей работы, вы числитесь студентам, которые успешно закончили эту программу. И после этого вам пришлют сертификат о том, что вы успешно закончили программу. И в этом году вот пришла еще такая футболка. До этого с футболками были проблемы и их не прислали. Ну, точнее, не с футболками, а с доставкой в Украину, конкретно в Украину. По всему миру их рассылают, а вот в Украине были проблемы. Я все-таки должен сказать, что специфика этой программы, что в ней футболка это некий такой шуточный фетиш. Каждый, кто рассказывает про Сан-Алл-Кон, он делает такой многозначительный паузу, а также футболка! Ну да, то есть... Там это символ этой программы, как и нигде. В этом году даже в Украину приехали и все же футболки. Красавец, нет. Так, прорыв Украины. Теперь поговорим о стипендии. Google, да, это не самое главное, но одна из самых важных частей этой программы. Google предоставляет стипендию в размере 6 тысяч долларов на каждого студента, из которых 500 долларов идет ментору, а 5 тысяч, 5,5 тысяч получает студент. В случае, если он успешно окончил программу полностью. Принятые студенты сразу после того, как объявляют список принятых студентов, они получают 500 долларов на карточку. Студенты, которые прошли среднесрочную оценку в скором времени, получают 2250 долларов. Это чуть меньше половины. Студенты, которые оканчивают успешно программу, получают оставшуюся часть денег. И после всех организационных вопросов менторы организации получают где-то к ноябрю. Какие области, какие проекты, в каких сферах принимают участие? Это языки программирования, операционные системы, музыка, видео, ТВ. Ну, в общем, разнообразные интересы бывают. Также вот есть диалоги, аналитические науки и здравоохранение, что может быть интересно многим. Как вас замотивировать участвовать в этой программе? Что получает организация от этой программы? Новых разработчиков, как я уже говорил, и своего рода известность. Студент получает намного больше в данной ситуации. Это реальные навыки разработки программного обеспечения, реальный опыт, общение с другими разработчиками. То есть это командная работа. Ну, как командная. Студент сам выполняет проект, но он взаимодействует с менеджером, с другими разработчиками. Ну, то есть получается, что это своего рода и командная работа. Код для портфолио. Очень хорошо в резюме указать о том, что участвовали, там можно сертификат приложить и так далее. Ну, а также это знакомства, контакты, которые позволяют расширить географию своих знакомых и друзей. Полезные ссылки. Первая ссылка – это официальный сайт компаний, организаций, которые организовывают программу. Google Summer of Code не единственная программа для такого рода. Есть еще для школьников, получается, там, по-моему, до семнадцати лет можно... Google Code Code. Google Code, да. Вот. Рассылка и группа для обсуждения Google Summer of Code. Еще какой-то гайд получается. И самое интересное чтиво, которое меня подтолкнуло написать заявку – это вот четыре части статьи на Хабре. Там студент, получается, очень хорошо и подробно расписал опыт своего участия. Если у вас есть вопросы, рад выслушать и ответить. Можно? Да. А что вот потребно для того, чтобы просто подать заявку или написать, чем вы умеете, чем вы уже занимались, как вот выбирают идеи, которые будут работать над проектом? Ну, начнем с того, что есть список проектов, точнее, есть список организаций. У каждой организации есть список проектов. Вы выбираете проект, который вас заинтересовал. И, в принципе, в каждой организации есть шаблон, который они предлагают заполнить. Это навыки, которыми обладаете информацию. И, в принципе, ничего сверхъестественного. Многие организации требуют убедить их, что вы обладаете этими навыками. Там, прислать багфикс какой-нибудь патч или какой-нибудь пример кода, например, чтобы они убедились, что вы что-то знаете. Но я, получается, в этом году прислал pull request в одну организацию, но меня взяли все равно в другую там, где я не прислал ничего. Это не обязательно. Какая организация у вас сейчас занимаетесь? Сейчас программа уже закончилась. В этом году я работал как раз в Google Melange. Это, получается, я работал непосредственно с гуглерами, которые в маунтинге, наверное. А какого рода сложности проекты? Разнообразного. Есть от простых до научных исследовательских, которые, наверное, за лето нереально закончат. То есть простые, я не знаю, я больше в веб-сфере искал проекты. Я занимался адаптивным дизайном для сайта Google Melange, который организовывает Google Summer of Code и Google Code Pit. В предыдущем году я участвовал в организации Type A3 CMS. Это немецкое content management system. Я разрабатывал модуль для, точнее, модуль платформы для ОАЗ авторизации. То есть через социальные сети и по ОАЗ-протоколу. Еще вопросы? У вас был опыт. У вас есть опыт работы, которые вы продавали? Ну, скажем, да, я увлекался веб-технологиями. То есть я знал HTML, CSS, когда немножко PHP. Это первый раз, когда, в 2013 году. Параллельно с этим, в 2013 году я устроился на работу как Python программист. И параллельно еще писал диплом. То есть все реально, занятость. Если обладаете навыками, то не сильно тяжело. А если навыков необходимо изучать новые технологии, очень много, то нужно больше времени выделять просто. То есть, скажем... Ну да. Не так, чтобы очень сложно, но где-то вот хорошо. Но каждый день приходит зацедать понемножку. Тут, опять же, от знаний зависит. У меня были проблемы с ментором в первом проекте. У него там то ноутбук поломался, то он еще куда-то исчез. В общем, не мог я с ним связаться. И получилось так, что до среднесрочной оценки я неделю целую занимался проектом и все. Ну то есть, а потом уже по чуть-чуть доделывал его. Какая количество от тех людей, которые подали заявку... Ну, как относится, от тех людей, которые приняли на... Ну, на... Если всего в программу или в конкретной программе... Ну, тут была статистика. Получается, 6 тысяч... Нет, 6 тысяч заявок. 4 тысячи студентов подали заявки. 4 с половиной тысячи почти. И тысячу 300 приняли. А какой это контракт? Можно писать или как? Могут просто кинуть 500 долларов в счет? Можно забить просто. Ну, это организационные вопросы. Там, получается, нужно распечатать... Не договор, а... Что-то связанное с налогами, в общем... То, что там, или Google все уплатил, или вы не должны платить налоги. Вы просто подписываете своим именем, сканируете, отправляете на почту и все. Можно отключить вопрос? А там был слайд написано, что получают организаторы и новый код. То есть все, что было разработано в рамках, является собственностью Google, правильно? Нет. Нет, не организацией... Нет, не организацией... Да, но авторство остается за студентом. А, за студентом. Да. 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 А я у вас ссылочка в Вашу? Может быть, но я не уверен в конце презентации. Могу дать, если что. Ну, опять-таки, гитхаб это не единственное место. То есть, вот, Google меланж, они не используют гитхаб. Они хвостятся на google.com. Ой, код google.com. Вот. Поэтому... И все-таки, нужно дать какие-то гарантии, что ты именно займешься этим проектом, и ты идешь от какого-то состояния нормального гитхаба? Ну, конечно. Ты описываешь в предложении, что там обязательно во всех примерах это таймлайн проекта. Ну, то есть, твой план, которому ты должен, в принципе, придерживаться, но не всегда это совпадает с действительностью, и поэтому его можно корректировать. Это не жесткие рамки. Все еще может меняться в течение времени, в течение лета. Можешь ли идти по завершению? Да. Нет, ты задал их на речь. Скучай. Из-за дела. Ну, отсеивание происходит вот в середине лета, получается, если студент не выходит на связь. Я не знаю, на том, что-то случилось или он… Да. Не нашли. Знакомый. Мы попали в одну организацию, получается. Он разрабатывал в Type-A3 CMS апдейт Core Updater, в общем, обновление на новые версии. Вот. И получается, что… По-моему, на методермию провалился, да? Он получил свой дом? Да. Вот у него был хороший ментор, получается, а моего ментора, в принципе, вообще не было. И я приходил на weekly-митинги, это еженедельное собрание, вот, с ним. И мы общались по моему проекту, то есть мне помогали люди из организации, то есть разобраться там… Это через иркану? Да. Ну, тут все зависит от, скажем, организации и способа, который вы выберете с ментором. То есть не обязательно. В первый раз, по-моему, в первой организации это был Skype. В этом году мы использовали Hangouts и почту, там… Любые удобные способы, скажем так. Еще вопросы? То есть ограничение для участия повреждения должно быть именно студентство в детский период? Да. Получается, что при подаче заявки также необходимо отправить или справку о том, что вы являетесь студентом, либо студенческий билет. А с какого курса вы начали этот Google-самовку в первый раз? Получается, если с четвертым курсом. А если с третьего? Это полностью зависит от твоих навыков? Конечно. То есть тут никаких ограничений нет в возрасте. Главное, получается, быть студентом, если… А если вот так плюс-минус разбираешься в технологии, это не есть какой-то там недостаток полный? Это просто больше времени нужно будет тратить. Но времени выделяют достаточно для того, чтобы, я не знаю, наверное, даже с нуля выучить. Ну, не знаю, мне так показалось. Еще вопросы? У меня вопрос. Задать вопрос. А, ну да, у нас много нововведений. Каждый спикер задает вопрос в аудитории один вопрос, и который отвечающий не получится. Ну, может быть сложный вопрос. Бог ответил. Да. Нужно подумать над этим вопросом. Вот у нас сейчас будет пять минут. Брейк. Да. То, что не важно. А, final break, и можно сразу после break, да? Хорошо. Вот в еще одном из класса вернуться вовремя. Получить технологии. Еще вопросы остались у кого-то? А если пойти на второе, высшее, заочное получать, можно уже участвовать? Если вы будете студентом, конечно… Ну да, если не важно, заочное, там, не знаю… Вообще не имеет значения. А если в бурсу пойти? Ну, если вы будете студентом… Я не знаю насчет того, что есть ли какие-то ограничения в этом плане. А еще есть возможность завести ребенка, и ребенок может брать в коды IN участие. Вот это то же самое, просто для детей. С 12 до 17 лет. А потом ребенок может… Покупать себе, чтобы родить? Это то же самое у меня с ним. Покупать себе не всё ещё.